Управляющий группой компании «Деловант» Алексей Лялин получил благодарность с федерального уровня за эффективную работу в условиях пандемии. В течение четырех месяцев группа компании «Деловант» заботилась о пенсионерах, малоимущих и многодетных семьях. От хлебокомбината им доставили более четырех тысяч соцпакетов с продуктами первой необходимости. Кроме того, к празднику Пасхи наборы для пожилых людей пополнили более 500 куличей. Я передаю свою благодарность и лично Алексею Владимировичу, и всему коллективу от председателя Совета Федерации лейтенану Митвиенко. Встреча прошла на территории Везняковского хлебокомбината. Последние четыре года он входит в состав группы компании «Деловант». Сенатор лично проверяет, как предприятие выходит из пандемии, ведь за четыре месяца на его долю пришелся едва ли не самый большой перечень ограничений. Очень важно было сохранить своих работников, чтобы они не заболели. Не допустить больного работника на предприятии, чтобы не подвергать опасности другое население. Ну и много разных нюансов в этот период было. Во время самоизоляции сотрудники Везняковского хлебокомбината ежедневно выпекали до 30 тонн хлеба, батонов, слоек и ватрушек. Работе не помешали перебои с поставкой сырья и закрытие транспортных компаний. Ольга Николаевна Хохлова, большое ей спасибо. Она вынесла проблематику мобилизационных заданий, действий таких предприятий, как наши во время ГОИЧС. Значит, вынесла на федеральный уровень. Она выступала с докладом в Совете Федерации. И назначен ряд совещаний и встреч, которые позволят улучшить обеспеченность бесперебойно работающих заводов в случае мобилизационных случаев и ГОИЧС в том числе. Ольга Шарагина с начала пандемии не покидала производственной линии, чтобы не оставлять людей без свежей выпечки. На Везняковском хлебокомбинате она занимает должность тестовода. От нее зависит, будет ли хлеб пышным, а булочки аппетитными. Мне нравится моя профессия. Я люблю, когда мой труд приносит людям радость. Покупают, когда в магазине хвалят нашу продукцию. Мне очень это нравится. В магазине стоишь, если кто-то берет и говорит, нам вот эти батончики очень нравятся. Мне это приятно. В ближайшее время группа компаний «Делован» готовится удивить владимирцев новым ассортиментом. На рынок поступят детский хлеб и пирожки с разнообразной сладкой и сытной начинкой. При этом группа компаний активно развивает проект «Малина в шоке». Уже сейчас значительная доля начинок для булочек и слоек Владимирского и Везняковского хлебокомбинатов производится из ягод, выращенных во Владимирской области.